В свете любоваться алым небом Ты увидишь солнце встретить Золотистым светом нас И поймёшь души частичкой Две так молод и прекрасен Если чьё-то сердце рядом Бьётся в этот ранний час И ты понимаешь Читаешь в глазах Что значит улыбка На всех языках Зажигаем солнце Вместе, вместе Мы с тобой построим Нашей дружбой мост Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова На канале ПС Панорама Севера В студии Елена Гончарова Здравствуйте Сегодняшнего дня в России Трудовые пенсии возрастут на 1,7% Средний размер таких выплат После индексации в Архангельской области Составит 13 858 рублей В общей сложности с начала года Увеличение трудовых пенсий Составит 8,2% Также будут проиндексированы на 5% Размеры ежемесячных денежных выплат И набора социальных услуг Отдельным категориям граждан Ветеранам, инвалидам Гражданам, подвершимся воздействию радиации Героям Советского Союза Героям социалистического труда С 1 апреля в российской армии Начинается весенний призыв на военную службу В текущем году ряды вооруженных сил России Пополнят 154 тысячи человек Как отмечают в Министерстве обороны Он имеет ряд нововведений На призывников планируется оформлять Персональные электронные карты Содержащие медицинские показатели На какой срок должны отправляться в армию Наши новобранцы И необходима ли служба в рядах вооруженных сил Об этом в сегодняшнем опросе Александра Гореловой Обязательно нужно Минимум два года Чтобы они хоть научились Немножко с троем ходить В порядку привыкли Какая-то там самостоятельность появилась Из юноши мужчин превратились А так не поймут просто за год Просто человек, я думаю Если ребенок здоров И нет противопоказаний Я считаю, что служить надо Лучше здоровому служить, чем больному дома сидеть На какой срок Если достаточно года Для обучения их То пусть будет год В общем, да Я считаю, что служба в армии действительно нужна И Одного года, может быть, вполне хватит Я считаю, что нужна И чем больше, тем лучше Я считаю, что армия сейчас У нас Как вам сказать Престижно Служить в армии Не так ли? То есть Я за то, чтобы служить в армии Ну, мне кажется, что все-таки Служба в армии нужна Потому что Ну, опять же По состоянию здоровья Если молодой человек Он здоровый Физически И морально То, конечно, обязательно Потому что Ну, кто бы это Нас защищать Если не мужчины Вот А так Год, мне кажется Достаточно Об особенностях призывной кампании Этого года Военный комиссар Архангельской области Григорий Богинский Это прежде всего Мы должны Каждому Призванному Гражданину Российской Федерации Прежде всего Вооруженной силой Министерства обороны Российской Федерации Выдать Персональные Электронные карты То есть Это По существу Электронный паспорт Это основная Такая Главная особенность Этого призыва Имеется, конечно И Особенность В обеспечении Граждан Которые Призваны На ее службу Вещевым имуществом Вот Имеется Значительная Улучшилось Ее качество Вот Она теплее Стала Ну и Увеличились Элементы Атрибуты По вещевой Службе Вот И Также Имеется Особенности И Имеется Изменения В отношении Граждан Которые Призываются Вооруженной Силерической Граждан По медицинским Показателям Граждане Которые Имеют Плоскостопие Второй Степени Они не Призывались То На сегодня Они призываются Как правило Большинство Граждан Будет служить На территории Западного Военокруга Военная Форма Которую Новобранцам Выдадут На областном Призывном Пункте Она Претерпела Ряд Изменений Стороннему Взгляду Не очень Заметные Но функциональные Для военных В новой Бородце Форма Одежды Входит Бушлат Утепленный В нем Здесь Утеплитель В межсезонье Утеплитель Отстегивается И бушлат Превращается В весенний Осенний В комплекте Также идет Зимняя Шапка Трансформер Уши на липучках Удобно фиксируются В разных положениях Для того, чтобы Слышать команды Сделаны специальные Отверстия Которые от холода Закрываются Наушниками В зависимости от призыва И места назначения Выдается Либо зимний Либо летний Комплект одежды Куда также входят Нижнее белье И предметы Личной гигиены Несесор Предмет личной гигиены Это Несесор Мы пока еще не получили Машина дружина Идет Там Дезодорант Одеколон Бритва Одноразовая Мыло Паста Зубная щетка Ну как положено К моменту распределения Призывников Все необходимое Будет готово В Новодвинске Появился Родительский клуб Инициатор создания Светлана Медведева Член Совета Женщин Главная цель Общение родителей Бабушек и дедушек Сохранение крепкой семьи На заседании Родительского клуба Побывали Марина Муталипова И Александр Пичугин Это второе заседание Родительского клуба Участников немного Но это только начало Считает Светлана Медведева Мама четырех детей Она постоянно учится Вместе с каждым Берет консультации Педагогов и психологов Есть возраст детей Разный У нас Есть у детей Кризисы В год В три В пять Мы этого не знаем С ребенком Начинаются проблемы Он не слушается Еще что-то Родители Как-то сами Это все пускают На самотек Большинство Таких моментов По статистике Распадается Треть браков Часто дети Остаются с одним Из родителей Этот момент Зачастую Негативно Отражается На психологическом Состоянии Неполной семьи Если люди Начнут понимать Что вот такой Контакт Это не просто Вот такие родительские Собрания Где пришел учитель Дал СО Родителям И родители Пошли быстренько Там делать Нет Это Партнерство Такой клуб Должен дать Какие-то Хорошие результаты В родительском клубе В рамках проекта Запланированы конкурсы Семейные старты Турпоходы И другие мероприятия Планируется провести Круглый стол Совместная работа С семьями А затем И региональный семинар Также возможны Встреча с родительским Кафе из Архангельска Продолжит выпуск Новостной дайджест Информация Короткой строкой В настоящее время В Архангельске Работают Семь пешеходных Ледовых переправ Специалисты Администрации округов Регулярно анализируют Состояние переправ На предметах безопасности Пока погодные условия Позволяют эксплуатировать Переправы В штатном режиме Впервые в Архангельской области Будут присуждаться Стипендии Деятелям культуры И молодым авторам На создание новых Художественных произведений В области литературы Кинематографии Дизайна Изобразительного Музыкального Театрального И других видов искусств Стипендии Присуждаются сроком На один год В течение этого времени Стипендиат Должен обеспечить Общественный доступ К новому произведению И организовать его Публичную презентацию 4 450 ветеранов Великой Отечественной войны Из Архангельской области Улучшили жилищные условия В течение последних лет Для ветеранов Нашего региона За последние 4 года На федеральные средства Были построены 6 домов В Вельске В Емецке Каргополе И Архангельске В списке очередников Осталось 99 ветеранов Великой Отечественной войны В поселке Цыгламень Открыта новая школа На 240 мест В новом здании Есть много специализированных Кабинетов Спортзал Баскетбольные Футбольные площадки По инициативе Жителей поселка И учителей Обновленной школе Номер 69 Будет присвоено Имя Анатолия Антоновича Ефремова Сейчас не совсем Обычная информация Из мира фауны Пингвины Как известно Живут в Антарктиде Но птицы О которых мы вам Хотим рассказать Необычные Эти пингвины Не похожи на других Наша история О пингвинах С южного полушария Планеты Они держатся вместе И всегда готовы Защитить друг друга Эти красивые птицы Знают то Что неведомо другим Поэтому Всевышний Наделил их Необычными способностями Используя волшебную силу Эта дружная стая Может пролетать Тысячу километров Над водными гладями Огромными просторами Чтобы перезимовать В теплом климате Ученые пристально Следят за передвижениями Необычной стаи И есть надежда Что в это лето Пингвины приземлятся И в Архангельской области Не пропустите Это уникальное событие В Котловском районе Прошел охотничий биатлон Нешуточная стрельба Развернулась в минувшую субботу На Ватлажемских лугах Мишенью для 166 стрелков Из Котлоса Коряжема и Котлосского района Стало стадо диких кабанов Забегая вперед Отметим Ни одно животное В процессе охоты Не пострадало Давай, давай, давай Молодец! Суть охотничьего биатлона Проста Каждому из участников Необходимо пробежать Три километра По пересеченной местности С одной остановкой На огневом рубеже На этот раз Вместо привычной Тройки тарелочек Мишенью для охотников Стали профили кабанов Из 4-х миллиметрового железа С расстояния 50 метров Одно из чучел Надо было поразить Три раза Это подведение охоты Итогов После закрытия Сезона охоты У нас на учете Состоит 2500 охотников И для этого Мы вот 17-й год подряд Проводим эти соревнования Сильный ветер Порывами до 10 метров в секунду Уж точно не способствовал Прямому попаданию пули в цель Но куда хуже Дело обстояло с лыжней Оттепель превратила ее В снежную кашу По которой участники Передвигались с трудом Если учитывая последние номера То очень тяжело Все уже до тех пор Расковырено Что не едет ни вперед Ни прямо Только стоит на месте И едет в бок У нас ведь как бы Не спортивное соревнование Где ставятся там Олимпийские рекорды У нас Это охотничья Трасса А на охоте разное бывает На финише Многие охотники Признавались Что по выбросу адреналина Бескровная охота Не уступает настоящей А азарт И волнение Во время состязаний Гораздо больше Чем в лесу Ведь за тобой Наблюдают не только Коллеги по охотничьему цеху Но и несколько десятков зрителей Такое общество Сегодня Ну просто горд За них вызывает Стреляет чудесно Кто-то благородно Относится к животным Которые Их там Кабанчики ждут А кто-то С первого раза валит Что касается Результатов турнира Лучшими в этом году Стали охотники Из ОМВД России Котловский В командном зачете У них первое место На втором Стрелки из поселка Харитонова Бронза У охот коллектива Альянс Из Котлоса В Архангельске Продолжается Крупнейшая Меховая ярмарка Сибири Изысканный И вместе с тем Практичный ассортимент Изучила Валентина Скворцова Более 5000 моделей Шуб Дубленок И кожаных Корток От лучших Российских И зарубежных Фабрик Представит На суд Северян Крупнейшая Ярмарка Сибири Здесь представлено Более полутора тысяч Наименований Кожи Мужских И женских Моделей Покупки Можно приобретать По наличному И безналичному Расчету А также В кредит На выставке Действуют скидки До 70% И акции При покупке Норковой шубы Вы получаете Кожаную Курточку В подарок А при покупке Кожаной курточки Вы получаете Вторую кожаную Курточку За 2000 рублей Пришли выбирать Маме шубу Норковую А оказалось Что можно еще В подарок Получить Вот такое Красивое пальто Акция действует До 6 апреля Успевайте Подробности узнавайте У продавцов-консультантов Вас ждут В выставочном зале Союза художников На проспекте Советских космонавтов 178 Валентина Скворцова В продолжении выпуска Информация о курсе валют По данным Центробанка На 2 апреля Доллар США 35 рублей 2 копейки Евро 48 рублей 26 копеек Это были новости На канале ПС Я, Елена Гончарова С вами прощаюсь И по традиции Передаю слово Юнису Альшаруба Который нас познакомит С прогнозом погоды На 2 апреля Здравствуйте Это прогноз погоды С Юнисом На телеканале ПС Сегодняшний стих Достаточно тонок Хочу, чтобы каждый узнал Весной в душе Проснется ребенок Который всю зиму дремал 2 апреля О погоде в Котласе В течение дня Температура воздуха Будет меняться От минус 2 до минус 7 На небе пасмурно Возможен слабый снег В Плесецке Температура в течение дня Опустится до минус 12 И тоже пасмурно В Вельске погода Тоже не шепчет На небе пасмурно Средняя температура Минус 6 Возможен снег 2 апреля Погода в Архангельске Утром не очень приятная картина Пасмурно Без осадков Температура воздуха От минус 8 до минус 3 Еще и ветер северо-западный 3 метра в секунду Днем все куда лучше На небе ясная температура Поднимется до нуля Но ветер усилится 4 метра в секунду Направление северо-западное Вечером похолодает До минус 8 На небе ясно Ветер западный Также 4 метра в секунду Ох уж эта погодка Лучше я спою Важней всего Погода в доме А все другое Суета Не забывайте об этом С вами был Юнис Увидимся на ПС Все счастливые семьи И счастливые одинаково Каждая несчастливая семья Несчастлива по-своему Эти слова русского классика Лягут в основу Очередного выпуска программы Вопрос священнику О том, как построить Счастливую семью Что делать, когда Семейный очаг рушится Как найти свою половинку Расскажет священник Артемий Ведерников Задавайте беспокоящие вас Вопросы по телефону Прямого эфира 639-717 Ответ не замедлит Смотрите программу На телеканале ПС И на сайте